Керамические фигурки, резные шкатулки, традиционная вышивка и все это в чувашской народной тематике. В Чебоксарах прошел республиканский конкурс «Мастер наследия народного искусства». Основная цель – это сберечь сам промысел, приобщить детей и граждан внимание к этому конкурсу, к сохранению традиций. Это не просто элементы декора или домашнего обихода, это сохранение наших национальных традиций. Более 150 заявок и 95 участников. Члены жюри проделали большую работу, чтобы определить лучших из лучших. Всего изделия мастеров оценивались по трем номинациям – лучший ремесленник Чувашии, сувенир года 2018 – лучший молодой ремесленник Чувашии. Кстати, самая молодая участница конкурса Татьяна Степанова получила бронзу в своей номинации. Это береста. Сначала идет тиснение, процарапывание шилом, потом уже другим инструментом все дорабатывается, тени подкрашиваются, лишняя краска смывается и получаются такие картины. Признание мастера и его работы – не единственный плюс конкурса. Конкурсы, конечно, нужное дело. Можно себя показать, на других посмотреть, что-то перенять. Оригинальность, новизна и самое главное отражение национальных традиций – таковы критерии отбора победителей. Им, безусловно, соответствует работа Надежды Николаевой, как и Валентины Поповой. Оба мастера стали лучшими в номинациях «Сувенир года 2018» и «Лучший ремесленник Чувашии», соответственно. Я занимаюсь керамбикой 33 года. Мне эта деятельность очень нравится. Жизнь, быт, историю чувашского народа, раскрывая свои скульптурные композиции. По итогам конкурса лучшим из лучших вручили дипломы и подарки. Организаторы уже строят планы на следующий год – поднять статус конкурса до всероссийского. Юлия Важенина, Бахтияр, Велиев, Республика.